Сергей Юрьевич, ну в первую очередь хотим Вас поздравить с победой, поздравить с проходом. Поделитесь Вашими впечатлениями от сегодняшнего матча. Спасибо большое за поздравления, вас тоже поздравляю. Ну, кубковый матч, и все понимали, и Ивана Франковски, мы сделали ротацию большую. И, естественно, хотели начать более активно. Я прекрасно понимаю, состояние игроков в такую жару, очень тяжело, действительно, было жарко. И, наверное, тот темп, который мы хотели видеть в начале матча, не получился. Я прекрасно понимаю ситуацию, что когда игроки находятся в игровом тонусе, они более мобильно выглядят. Те ребята, которые вышли, и у них нет игрового тонуса, им было, наверное, тяжело. Не так активно мы начали, как планировали. Но мы те моменты, которые у нас были, мы завершили. И уже, можно сказать так, спокойно после перезива вышли. Начали перестроились чуть-чуть тактически. Дали поиграть и в пороху сыграть. Тактику поменяли, чтобы более оборонительно дать вакуумок сыграть. Попробовали. Наверное, чуть... Не то, что я хотел увидеть сегодня. Не идеально у нас была игра, хоть мы выиграли 5-1. Идеальная игра, но есть на этой эффективной причине, с эффективной причиной. Поэтому я рад, конечно, что мы прошли дальше. И все-таки это постижь клуба. И победа очень важна. И мы понимаем, что в следующем гранде мы можем встретиться и с Премьер-лигой. И для этого мы можем попасть на пребор-лигу. И увидят это укрополенщики наши. Мы играем для них прежде всего. Поэтому, в принципе, результатами доволен, игрой, но не совсем. Не совсем. Семенов сегодня был в ротации. Сыграл центрального защитника, опорного защитника, правого защитника. Разрешил вороты лист. Сегодняшенький просто невероятный просмотр для этого парня. И вам понравился на самом деле своей игрой, цепкостью, старанием. Да, очень талантливый парень на самом деле. И у него были хорошие моменты сегодня. И не очень. Но у него есть желание. Он хочет растет, хочет играть. И мы дали ему возможность такую. Он действительно может на любых позициях сыграть. Но так получилось, потому что заявка на кубок все-таки 18 человек. У него стоит всего лишь три замены. И просто так получилось, что нам надо было и Рому поберечь. И по данной конечной мере, потому что есть у них проблемы чуть-чуть. И поэтому мы все-таки начали делать такую, что ротация его, чтобы не на той позиции. На этом ничего. Я считаю, что универсализм и врагов должны быть в определенных моментах. Поэтому это нормально. Игорь Семенино, мы понимаем уровень этого футболиста. И какой может отдать пас, как может забить. Ну и очень умный футболист. Его позиция в команде, ну вот сегодня он играл с первого, но это вообще использовать как джокер. Это потому что на его позиции нужно дорабатывать еще и в обороне сильнее. Ну вы знаете, Игорь действительно, в общем, он не игрок. Я его называю профессор. И такие игроки нужны в команде. Действительно, нужны в команде. И понятно, что у меня нет игрового практики. Да, мы в позиции на такую голову, в которой мы собираемся. И его позиция очень много значит, что до следующей передачи бывает вести. И он это умеет. Пока, да, для объема ему тяжело, ему тяжело делать, например, тот объем, он делает определенную работу, но, опять же, ему надо быть в тонусе, таким игрокам надо всегда быть в тонусе, и когда ты не в тонусе, ему очень тяжело, именно физически, потому что все-таки, ну, реально, есть такие игроки, которым, наверное, противопоказано не играть, если ты, наверное, из того числа, потому что все-таки, мне кажется, если бы он постоянно был в тонусе, он бы еще лучше, наверное, выглядел, то есть он, знаете, выходит на замены, яко-неяко, у меня такие есть перепады, но, тем не менее, он сегодня провел неплохой матч, ну, видно было все равно, что ему тяжело, что ему тяжело, но ничего, это нормально. Переезды продолжаются, сейчас невероятно тяжело будет команде, уже думали о том, как восстанавливают ребят, потому что сейчас опять на Львов поезд, потом Черноморец, потом мягчатся. Ну, да, у нас и долгая дорога была в Ивано-Франковске, и обратно, очень долго мы ехали, поэтому, естественно, мы восстанавливались, и сейчас в Ивано-Франковске, сейчас просто будем восстанавливаться, где с Руфом, вот, мы будем проявить и сауну, и бассейн, и использовать медикаментозные силки, дела, то есть будем восстанавливаться, готовиться к Руфу, потому что непростая выезд будет, опять же, непростая домашняя, как раз, с черным борцом, поэтому мы будем серьезно, естественно, готовиться к Кемира, вот, вот, потому что надо надбирать очки, надо двигаться вперед, и мы ездим в цели. Когда на Львов выезжаете? Послезавтра, уже послезавтра, да, у нас завтра один день восстановительный, послезавтра уже работаем, будем ехать, выезжать вперед. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, с победой.